Вчера в последний день октября и, что важно, в последнее воскресенье октября, в которое вот уже 45 лет в нашей стране отмечается День Автомобилиста, огромный и долгожданный подарок к профессиональному празднику обрушился на всех автомобилистов Екатеринбурга, да и всей прилегающей области. На улице Челюскинцев, в том месте, где она скрещивается с речкой и сеть, после четырехлетнего капитальнейшего ремонта открылся очень сильно обновленный, расширенный на 18 метров и, главное, безопасный Макаровский мост. В официальной и торжественной, естественно, с соблюдением всех антиковидных мер церемонии открытия приняли участие и у губернатора Алексея Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, первый мэр Екатеринбурга, бывший российский сенатор, а ныне свежеизбранный депутат областного ЗАГСО Аркадий Чернецкий и другие официальные лица, которые тоже наверняка не часто катаются на трамваях. А тут им вот прям выпала такая редкая возможность. На площади пятого года ВИПы состыковались и сели в трамвай маршрута 7М сообщением 7 ключей Эльмаш, но в рамках спецрейса маршрут этого чартера был переименован в «Открытие моста». Областной и городской эстеблишмент на трамвайчике проехал по проспекту Ленина, свернул на Московскую, далее на Челюскинцев и неподалеку от Исети вышел на свежий воздух, дабы выдохнуть и вдохнуть перед историческим стартом. Ну и послушать, насколько расширился кругозор по сути нового моста и сам мост. В ходе реконструкции у нас достигнуты показатели. Если старый мост был 24,6 ширина, да, его метра, и 4 полосы для движения, то после реконструкции ширина моста составляет 42,6 метра и 6 полос для движения. Это нам позволило увеличить интенсивность движения в полтора раза. Напомню, что Макаровский мост эксплуатируется уже более 60 лет. Со временем он износился, обветшал и стал реально опасен. Ну, в смысле, мог рухнуть в любой момент. В 2017 году губернатор Евгений Куевышев принял мужественное и непопулярное в среде автопилотов решение – реконструировать Макаровский мост. Сначала ему срезали треть полотна слева, если смотреть в сторону вокзала, а потом справа с нуля построили вторую половину. Мостостроители так старались, что опередили график строительства, прикиньте, на год. Полная сдача моста была запланирована на осень 2023 года, но все работы на нем завершатся в 2022. Сам мост сделали, осталось доделать несколько красивостей вокруг да около него. В 2022 году останется сделать уличнодорожную сеть, это улица Гражданская с выездом на улицу Никонова, выполнить архитектурную подсветку моста и ввести в эксплуатацию двое очистных. На сегодняшний день работы... Это мы на 2022 год. Да, это мы поем на 2022 год. На сегодняшний день работы идут с опережением графика на 12 месяцев. У нас контракт до ноября 2023 год, то есть завершить все работы, включая гражданство, Никонова, подсветку, очистные мы 22 года. Да. 22 года. Да, не держит уже. Очень не ступен. Ну что, добрый пункт. Предполагается, да. Значит, мы тогда... Сценарий какой? У нас идут грузовики? Да. Вместе с трамваем. Вместе с трамваем. Вот трамвай, конечно, Пал Саныч не обещал, но все-таки так вот тихонько-тихонько, но это такой приятный бонус. После всего вышесказанного высшие руководители области и города и и же с ними чиновники, депутаты и журналисты сели в трамвай и параллельно с тремя вольвовскими самосвалами пересекли новый Макаровский мост. Навстречу им ехали три таких же грузовика, а за ними радостные автомобилисты, получившие в свой праздник такой шикарный, можно сказать, исторический подарок. Конечно, за четыре года народ уже подпривык и к пробкам, и к объездам из-за ремонта моста, но все жили надеждой, что когда-нибудь этот гемор кончится, и он кончился. Что важно, благодаря усилиям строителей сильно раньше срока. Порадовались открытию Макаровского моста не только автопилоты, но и пассажиры трамваев. До сегодняшнего дня электротранспорт по Челюскинце входил в одну сторону, от вокзала ко Дворцу Молодежи. Сегодня трамваи пошли в оба конца. Но это даже не обсуждается, что оно значимое, действительно значимое. С 2017 года проект реализовывался, более 3,2 миллиардов рублей сегодня консолидированного бюджета Свердловской области привлечено. Да, еще есть над чем работать, и работы будут продолжены. Но ключевое, что мост расширен на 18 метров, увеличено количество полос, и досрочно, практически на год запущен. Поэтому ключевое событие, наверное, для Екатеринбурга, для всех строятся новые микрорайоны, жилые здесь. И все, кто пересекал реку Исеть, пока мы двигались к трамваю, примерно посчитали 10 мостов в Екатеринбурге. Но, наверное, самый ключевой, уверен, после решения вопросов по архитектурной подсветке, это будет еще одно из визитных карточек города Екатеринбурга. Значение пуска этого объекта сложно переоценить. Действительно, 4 года движение было организовано по одной полосе моста. Это, наверное, один из немногих мостов, мостовых сооружений в городе, где было заключение экспертизы о том, что возможно обрушение. Поэтому необходимо было его ставить на ремонт. Спасибо строителям. Во время летнего объезда с губернатором, губернатор поручил строителям, нам поручил, запустить до конца октября движение по автомобильному мосту. Это поручение выполнено. Более того, с завтрашнего дня начнется трамвайное движение. Это, как Алексей Викторович сказал, на год раньше срока, установленного срока по контракту. Поэтому большое спасибо правительству области, губернатору за опережающее финансирование этого важнейшего для Екатеринбурга объекта. Действительно, в полтора раза пропускная способность увеличена. С 24 метров до 44 практически ширина моста увеличена. Шестиполосное движение, трамвайное сообщение. Я думаю, что жители уже с сегодняшнего дня оценят, насколько стало комфортнее передвигаться по улице Челюскинцев. С точки зрения транспортной нагрузки, это самый нагруженный мост в середине, в центре города. Без реконструкции этого моста полноценное движение в центральной части города невозможно. И то, что эту работу выполнили, причем выполнили с опережением графика, это, конечно, я думаю, будет приветствоваться всеми жителями нашего города.